Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такую хрюшку. Кому это интересно, оставайтесь и вяжите вместе со мной. Итак, для вязания свинки нам понадобится два цвета пряжи. У меня это Ярнардольче. Вот этот цвет я выбрала для пятачка номер 759. Также это пряжа основного цвета. Я выбрала персиковый. Это тоже Ярнардольче, но, к сожалению, я выкинула уже этикетку и не могу вам сказать, какой это номер цвета. Далее нам понадобится вот такая более-менее подходящая ниточка по цвету, для того, чтобы потом пришить ушки и пятачок. Также нам понадобится черная ниточка для вышивания бровок и ноздрей. Крючок номер 4, либо же 3,5, зависит от вашего вязания. У меня тут уже бусинка пыталась убежать. Да, я беру две бусинки для глазок, либо же там можете вставить другие глазки, какие у вас есть, которые вы захотите, и ножницы. Также я возьму контрастную ниточку для того, чтобы отмечать начало ряда. Итак, давайте же приступим к вязанию. Начинаем мы с верхних лапок, так как они потом у нас будут ввязываться в процессе вязания туловища. Поэтому сначала необходимо связать лапки верхние. Итак, мы вяжем две воздушные петли. И во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. Прокладываю контрастную нить. И далее мы вяжем 5 рядов по 6 столбиков без накида. Прокладываю контрастную нить и провяжите таким же образом еще 4 ряда по 6 столбиков. Итак, я провязала 5 рядов. Вот что у меня получилось. Теперь мы можем вытянуть контрастную нить. Вяжем соединительный столбик в следующую петлю. Теперь складываем лапку пополам. И нам необходимо провязать 3 столбика вот таким вот образом, соединив две стороны. Соединив обе стеночки нашей лапки. Раз. Два. Три. Одна лапка готова. Закрепляем нить. Отрезаем. Хорошенько затягиваем. Вяжем вторую лапку точно таким же образом. Вот такие две лапки у нас получились. Теперь приступаем к вязанию ушек. Их у нас тоже две детальки. Набираем 6 воздушных петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Со второй петли от крючка мы начинаем провязывать 5 столбиков без накида. Далее мы делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и делаем одну убавку. Дальше мы вяжем один столбик без накида. И еще одна убавка. Делаем воздушную петлю, переворачиваем вязание и делаем убавку из трех столбиков. То есть мы вводим крючок в первую петлю, захватываем нить, вытаскиваем, вводим крючок во вторую петлю, захватываем нить, вытаскиваем. И в третью вводим крючок, вытаскиваем нить и четыре петли на крючке провязываем вместе. Теперь мы закрепляем ниточку, отрезаем и затягиваем. Пришивать мы будем голове вот этой стороной, то есть вот эту ниточку нам необходимо будет хорошенько спрятать между петельками. Вяжем второе ушко точно так же. Теперь мы приступаем к вязанию пятачка. Начинаем вязать манитью дополнительного цвета. У меня это вот такой вот ярко-малиновый. Вы же можете выбрать любой другой цвет, розовый, красный, не знаю, какой-нибудь темно-персиковый. Итак, вяжем две воздушные петли. Раз, два. И во вторую петлю от крючка вяжем 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Последнюю восьмую петельку мы не довязываем до конца. Мы вытянули ниточку и теперь довязываем до конца ее нитью основного цвета персикового. Вот таким образом. Красную ниточку можно обрезать. Теперь нитью основного цвета мы вяжем 8 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять, семь, восемь. Провязали. Теперь вяжем 8 столбиков за обе стенки петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь провязываем соединительный столбик, закрепляем нить и отрезаем. Вот эти ниточки нам необходимо связать между собой, для того, чтобы у нас ничего не распустилось. Узелки эти видны не будут. Мы их засовываем внутрь пятачка. Не очень удобно. Пряжа у нас засыпается. Это единственный минус вязания плюшевой пряжей. Вот так, пятачок у нас готов. Теперь в нитью основного цвета мы начинаем вязать ножки. То есть ножки, туловище, голова у нас будут связаны одной деталью. Вяжем первую ножку. Две воздушные петли. Во вторую петлю от крючка мы вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Прокладываем контрастную нить. И теперь вяжем. Один столбик, одна прибавка. Так три раза. Один. Прибавка. Один. Прибавка. И последний раз. Один столбик. Прибавка. Прокладываем контрастную нить. И следующий ряд мы вяжем. Одна убавка. Три столбика. Один. Два. Три. Один. Один. Два. Три. Прокладываем нить В следующем ряду мы вяжем 9 столбиков Без убавок, без прибавок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 В следующем ряду мы вяжем убавка 3 столбика 1, 2, 3, 1 прибавка И 3 столбика до конца ряда 1, 2, 3 Делаем соединительный столбик И закрепляем нить Нить мы обрезаем только у первой ножки У второй ножки мы нить обрезать не будем А начнем соединять две ножки И далее вязать туловище Вытаскиваем нить Заправляем все кончики вовнутрь Первая ножка готова Провяжите вторую самостоятельно Нить не обрезайте Я связала вторую ножку Теперь нам нужно их соединить так Чтобы они смотрели друг на друга То есть чтобы они были друг к дружку Теми сторонами, в которых мы делали убавки Мне для этого не хватает сделать Один соединительный столбик Если вам тоже не хватает Сделайте его И теперь вяжем две воздушные петли И соединяем со второй ножкой То есть это где-то вот здесь примерно Итак, мы присоединили ножки И теперь начинаем вязать тело Вяжем шесть столбиков Раз Два Три Четыре Пять Шесть Теперь вяжем восемь прибавок Раз Два Три Прибавки воздушные петли Четыре Пять Шесть Шесть Семь Восемь Семь И довязываем Восемь столбиков Раз Два Три Четыре Пять Шесть И два последних столбика Воздушные петли Семь Восемь Мы провязали ряд Мы провязали ряд Прокладываем Контрастную нить И следующий ряд Вяжем просто Тридцать столбиков без накида Без убавок Без прибавок Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать Двадцать Один Двадцать Два Двадцать Три Двадцать Четыре Двадцать Пять Двадцать Шесть Двадцать 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 Девять У меня получилось ровно 30 столбиков. Далее вяжем 29 столбиков без накида, то есть не довязываем в ряду один последний столбик. Провяжу эти 29 столбиков самостоятельно, дальше я покажу как вывязать хвостик. Итак, вяжем хвостик. Не довязали одну петельку. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. И в 4 следующих петельки тоже вяжем по прибавке. То есть у нас одна прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. И пятая прибавка. Мне очень тут удобно. И теперь довязываем один столбик в основное полотно. Все, довязали ряд до конца, прокладываем контрастную нить. И далее мы 3 ряда вяжем по 30 столбиков без накида. Провяжите это самостоятельно. Вот я провязала еще 3 ряда. Вот такая пухленькая свинка у меня получается. Теперь мы начинаем делать убавки. Итак, следующий ряд мы вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. 1, 2, 3. Убавка. 1, 2, 3. Убавка. Провяжите таким образом еще 4 раза до конца ряда. И возвращайтесь ко мне. В этом ряду у вас должно получиться 24 столбика. В следующий ряд мы вяжем без убавок, без прибавок по 24 столбика. В следующем ряду мы вяжем 2 столбика, 1 убавка. Но начинаем мы не с 2 столбиков, а с 1. 1 столбик, 2 убавка. 1 столбик, 2 убавка. 1, 2, убавка. Довяжите так до конца ряда. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. И заканчиваем этот ряд одним столбиком без накида, так как мы начинали с одного не с 2 столбиков. В следующем ряду мы начинаем ввязывать ручки. Вот они, наши ручки. Итак, вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь берем нашу ручку и прикладываем вот таким образом к телу. Только посмотрите, чтобы она у вас была ровно сбоку. Можете приложить ручки и посмотреть, на каком примерно уровне они должны находиться. То есть у меня получается достаточно ровно. Если у вас что-то съехало, можете провязать здесь не 4, а 3 столбика, либо наоборот 5. Если вам нужно поближе к животику ручку расположить. И теперь вяжем 3 столбика, захватывая петельки ручки. 1, 2, 3, вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И начинаем ввязывать вторую ручку. Еще раз убедитесь, что у вас все ровно получается. Вот. Меня немножко не устраивает. Мне нужно провязать еще 2 столбика, для того, чтобы было ровно. Вы посмотрите, если у вас все хорошо получается, можете не довязывать. Я довяжу еще 2 столбика. Утого у меня расстояние получилось 8 столбиков между ручками. Теперь прикладываем. и провязываем здесь точно так же 3 столбика. 1, 2, и 3. и провяжите столбики до конца ряда. У меня это 2 получилось. Вот таким образом мы вязали ручки. Теперь для удобства можно наполнять наше тело хрюшки. Когда будете наполнять, обязательно хорошо, плотно наполните нижние ножки, лапки, чтобы хрюшка могла хорошо стоять. Вот так. И вот эти вот хвостики, которые у нас болтаются от ручек, мы их сейчас перетащим внутрь игрушки и там они останутся и не будут вылазить. Вот так. И этот хвостик тоже. Если хотите, можете их закрепить, если боитесь, что они вылезут. Следующий ряд мы вяжем 4 столбика, 1 убавка. 1, 2, 2, 3, 4, убавка. И так же провяжите ещё два раза 4 столбика, одна убавка. Теперь начинаем вывязывать голову. Вяжем 4 столбика, 1 прибавка. Раз, два, три, четыре, прибавка. Раз, два, три, четыре, прибавка. Раз, два, три, четыре, прибавка. Следующий ряд вяжем два столбика, одна прибавка. Раз, два, прибавка. Раз, два, прибавка. Раз, два, прибавка. Раз, два, прибавка. И еще два раза. Раз, два, прибавка. Раз, два, прибавка. Вот что должно получиться. Теперь вяжем три ряда по 30 столбиков, без убавок, без прибавок. Провяжите три ряда самостоятельно и возвращайтесь. Я провязала еще три ряда, вот что у меня получилось. Смотрите по своей вязке, возможно, вам будет достаточно и двух рядов. и далее мы начинаем делать убавки на голове. Вяжем три столбика, одна убавка. Раз, два, три, 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 убавка. Следующий ряд мы вяжем без убавок 24 столбика без накида. В следующем ряду мы вяжем два столбика, одна убавка. Раз, два, 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 убавка. И последний раз, два, убавка. Далее мы вяжем один столбик, одна убавка. Один. Один. Убавка. Один. Убавка. Один. Убавка. Один. Убавка. 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 Один. Убавка. На этом моменте нам нужно наполнить хрюшку с антипухом до конца. Очень плотно. И если у вас глазки на безопасном креплении, вам сейчас необходимо их вставить. У меня же глазки обычные бусинки. Так что я буду закрывать голову, а потом только пришью глазки. Особенно плотно нужно набить ножки и шею, чтобы голова никуда не падала и не загиналась. Если кому интересно, с антипух я беру в обычном магазине, где продают постель, подушки. Там же у них продают навес и синтепух. Он очень мягкий, без катышков. Мне такой нравится больше, чем с комочками. Смотрите по плотности, как вам нравится самим. Помягче или пожестче, чтобы была. Я люблю такую среднюю плотность. Чтобы она была и не жесткая, но в то же время игрушка хорошо держала свою форму. Еще чуть-чуть, наверное, в голову. Все, я думаю, вот так будет достаточно. И теперь закрываем наше вязание. Вяжем 6 убавок. Это сейчас будет, наверное, самое сложное. Не люблю я закрывать вязание. Все мешается. Раз, убавка. Два. Все туго хорошо затягивается, чтобы не было никаких дырок. Три. Четыре. Пять. И шесть. Вяжем соединительный столбик. И закрепляем нить. Оставьте такую приличную ниточку, чтобы нам стянуть кольцо можно было. Так, вытягиваем. Сейчас будем затягивать кольцо. Как это делаю я. Для начала мы вот эту ниточку выводим во внутреннюю сторону кольца. И теперь будем захватывать вот эти внешние петли. Теперь в следующую петлю вводим крючок и также вытягиваем. И в это время затягиваем. Вводим крючок. И затягиваем. И последнее. Да, я думаю, уже будет достаточно. Хорошо все затяните. Теперь выводим крючок в серединку нашего кольца. И затаскиваем ниточку вовнутрь игрушки. Все, наше тело готово. Теперь нам нужно пришить вот такой тоненькой ниточкой пятачок и ушки. Ну и глазки-бусинки. Пришивайте пятачок где-то посередине головы, может быть чуть-чуть пониже. Как вы сами захотите. Я его набивать не буду. Он будет у меня такой мягкий. Если хотите жесткий пятачок, можете его набить. Ну и вот здесь на пятачком пришиваем глазки и ушки по середине головы. Вот здесь. Вот эти ниточки от ушка прячем точно так же внутрь головы. Вот посмотрите, я пришила пятачок, ушки. Все заправила. Дальше я пришила глазки и вышла бровки. Теперь нам необходимо вывести вот эту черную ниточку от бровей в пятачок. И сделать ноздри. Давайте попробуем сделать это вместе. Так. Одна ноздря. Одна ноздри. Окно. Одна ноздри. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так Теперь ниточку закрепляем Просто протаскиваем ее Несколько раз сквозь туловище И отрезаем Ну вот и все Моя хрюшка готова Я ей повязала вот такой вот Симпатичный бантик Вы же можете связать шарфик или так ее ставить Пишите в комментариях Если вам что-то было непонятно Отвечаю на комментарии На все вопросы Всем большое спасибо за просмотр С наступающим вас 2019 годом Хрюшки Пока-пока